Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Гость студии». Сегодня для диалога мы пригласили настоятеля прихода храма Святой Блаженной Валентины Минской в микрорайоне Боровки священника Антония Маргуна. Здравствуйте! Добрый вечер! Батюшка, давайте напомним нашим телезрителям, когда был основан приход храма Святой Блаженной Валентины Минской в микрорайоне Боровки. С чего начиналось все строительство, о котором мы сегодня хотим поговорить? Сбор подписей для того, чтобы организовать приход, был начат в 2013 году. И уже в мае месяце 2013 года Брестский областной исполнительный комитет зарегистрировал общину приход храма Святой Блаженной Валентины Минской в городе Барановичи. И тогда началось собирание документов для выделения земельного участка под строительство, которое продлилось довольно долго, вот до мая 2015 года. и вот 20 мая 2015 года были получены все согласования для места размещения земельного участка. И тогда уже первой задачей стало то, чтобы подыскать какое-то помещение удобное для того, чтобы там проводить богослужение. И вот уже в ноябре 2015 года, 22 ноября был установлен временный храм, переоборудованный из международного вагончика, в котором вот уже год недавно исполнилось, совершаются богослужения. Проект храма уже готов. Как считаете, учитывая, что строительство планируется ввести из-за средства пожертвований, в какой период времени удастся построить? Да. На данном этапе изготовлен эскизный проект храма и всей территории застройки. Там будет не только храм, но еще ряд помещений, ряд зданий. Это и церковная лавка, и водосвятная часовня, и в будущем когда-то воскресная школа, и колокольня, вот, и детская площадка в том числе. Конечно, все эти здания будут строиться не сразу, и не все вместе. Первоначальная задача – это храм построить, чтобы он начал действовать. А поскольку сроки строительства зависят от финансирования, то я думаю, что по примеру уже построенных храмов в городе может быть в течение трех-четырех лет удастся возвести храм и его осветить, чтобы там можно было служить. Какие-то работы уже сегодня начаты, что вот? На данном этапе после изготовления эскизного проекта ведется изготовление строительной документации, без которой невозможно начать строительство, собственно. Поэтому, я думаю, если Бог даст, то вот за зимний период эта документация по возможности будет изготовлена, и, может быть, все будет успешно согласовано, мы начнем строительство, где-то, может быть, летом. Какой это будет храм? Что убралось в основу проекта? Архитектура? Какое направление? Храм будет однокупольный в форме корабля, как это принято, одна из форм традиционных православных храмов. В проекте его изготовила архитектурная мастерская «Апрель» города Минска. Вот молодой архитектор Дмитрий Остроумов, который увлекается храмами псковской архитектуры русской. И вот в этом стиле построен, не построен, спроектирован и наш храм псковская архитектура 17-го столетия. такой оборонительного типа. Типа вот как храмы в Сынковичах, вот что-то вот в этом роде. Поэтому, если все так успешно получится, то он будет очень красивым и необычным. Богослужение проходит сейчас во временном храме, в вагончике. Как много людей приходят на службы? Знаете, по воскресным и праздничным дням места в этом храме уже нам маловато, потому что приходят люди, приходят очень много людей. И что отрадно и показательно, возраст прихожан не так, как, может быть, нам было бы привычно среднего и старшего возраста, а он намного младше. Это и молодые люди, вот и люди среднего возраста, люди приходят с семьями, очень много деток, поэтому храм, даже вот этот временный, довольно скромный и небольшой, он уже востребован. Я думаю, что тем более будет нужда и в храме большом, настоящем. Микрорайон Боровки, где планируется строительство этого храма, он сам по себе молодой. Много молодых семей, вы сказали, что в храм приходит много детей. Ваше мнение, с какого возраста необходимо говорить ребенку о Боге? Как это лучше делать? Как рассказывать? В православной церкви в настоящее время, как вы знаете, чаще всего совершается крещение младенцев в самом начале их жизни. Поэтому приучать человека к храму и к молитве, к богослужению нужно сразу после того, как он приел к крещению. Не стоит ждать покрестившего младенца, держать его дома, стоит как можно чаще, пока он еще маленький, приносить его к причастию, когда он причащался, когда он будет взрослеть, с ним беседовать о Боге, объяснять им, что такое храм. Но, конечно же, лучшим примером для детей в вопросе воспитания в них веры христианской будут сами родители. Если родители будут своим поведением, своими поступками, своей молитвой, в том числе о домашней молитве, раз этим пример, то ребенок без особых усилий, без каких-то слов, наставлений, заставлений, может быть, даже, видя пример веры в своих родителях, сам будет приучаться и к молитве, и к храму, и, конечно же, в процессе взросления вот эта вера в нем вселится очень твердо и непоколебимо. Батюшка, расскажите, пожалуйста, как вы сами пришли к вере. Священников в нашей семье, насколько мне известно, не было. Не было, но мои родственники, вот мой дедушка и прадедушка, который они знал, мне о нем рассказывали, вот, они ходили в храм, дедушка молился, я это видел сам, когда был маленьким, он перед сном и утром всегда стоял у иконы молча и молился, а мой прадедушка по рассказу наших родственников, он даже встретил свою смерть, читая Священное Писание, умер с ним на руках, вот, поэтому я думаю, что, наверное, благодаря и вот их молитвам, благодаря Божьему промыслу, потому что какой-то причины видимо я назвать не могу, какой-то конкретной, после чего я решил быть священником, я считаю, что Господь так меня направил и привел к тому, что я есть теперь. Ваше мнение, насколько важен авторитет настоятеля храма, чтобы прихожане не только могли на службу прийти, но и пришли за каким-то советом, просто поговорить, посоветоваться, спросить, как поступить в той или иной ситуации. Я так думаю, что любой священник, только настоятель, а и священник штатный какого-либо храма, должен в своей жизни руководствоваться словами Христа. Я пришел не чтобы послужить, не чтобы мне послужили, но чтобы послужить людям сам. Поэтому священник – это слуга Божий и слуга Божьего народа. Нужно оставаться всегда открытым, доступным человеком, не пытаться превознестись над прихожанами, как-то отделиться от них, считать себя каким-то особенным, потому что священник – это тот, кто должен человеку указывать путь к Богу. И если остается в нем простые человеческие качества доброты, честности, любви ко всяким людям, которые бывают в храме разного порядка, то люди это без особых усилий и слов оценят и потянутся. Нужно быть христианином. Как часто вот к вам приходят? Вы достаточно молодой священник и, наверное, сложно в какой-то степени приходят, люди обращаются по разным вопросам довольно часто. Я думаю, что, как и каждому священнику это случается. Действительно бывают такие ситуации, когда человек что-то у тебя спрашивает и он еще говорит, но ты понимаешь, что как-то мысли, чтобы ему ответить. Вот их как-то нету и вот такого-то ответа не вырисовывается в голове. Он тебя старше человек, он опытнее, наверное. И уже неоднократно бывали такие случаи, когда что называется откуда ни возьмись появляются какие-то мысли и ты даешь какой-то совет, понимаешь, что он не от тебя этот совет, что ты бы так сам не придумал бы и не сказал. Поэтому Господь укрепляет священника даже вот такого молодого, как я, в этом служении и подает в нужный момент и силы какую-то и мудрость, чтобы дать ответ тем, кто тебя спрашивает. во все времена православные храмы и не только православные строились благодаря пожертвованиям. Отец Антоний, как можно помочь храму, куда перечислять средства для строительства? Да, храмы православные строятся всегда, что называется, всем миром, и в нашем городе есть прекрасные примеры того, как наше общество, наши горожане возвели своими силами уже не один храм, в том числе мы надеемся, что и предприятия города, и индивидуальные предприниматели, и частные лица, все неравнодушные люди откликнутся вот и теперь на такое на такую прекрасную возможность поучаствовать в возведении очередного храма в нашем городе. У прихода открыт лицевой счет в банке, на который можно перечислять какие-то средства. Многие люди бывают такое, что прятают какие-то пожертвования прямо в храм, оставляя свои имена для молитвы, потом за них. Некоторые предпочитают остаться анонимными, просто бросая пожертвования в ящик для жертвы насильства храма. Вот таким способом можно внести эту лепту для каждого посильную. Помню о том, что участвуя в этом благом деле, человек скажем так делает вклад в вечность. Он оставит после себя след на земле можно сказать, что этот храм в том числе строил и я. Там есть моя лепта небольшая. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, сегодня гостем нашей студии был настоятель прихода храма Святой Блаженной Валентиной Минской священник Антоний Маргун. Всего вам самого доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров Корректор А.Егорова